Давайте посмотрим, что у нас пришло. Вот в таком пакетике мы достаем. Вот так вот все хорошо упаковано. Видите, такая картонка, которая сдерживает. У меня здесь две картины одного размера. По-моему, 30 на 40, если я не ошибаюсь. Пытаться вам не показывать рисунок, чтобы вам потом было интересно. Потому что сейчас одну буду снимать об одной, а потом уже другой, потому что, чтобы, говорю, было интересно. Вот. Так, ну что, все, тут скотчем было замотано. Специально, чтобы ничего нигде не продавилось, не треснуто было. Открываем. Значит, такие картины у меня, по-моему, впервые. Именно от этой фирмы, да. И у нас тут, получается, есть информация на русском языке, что немаловажно. Вот, дорогие друзья. Набор для рисования по номерам. Представляет собой рисование по номерам для новичков. Аксессуары. Видите, здесь у меня комплектация. Все, перевод есть. Это классно. Вот, все на русском написано. Холст. Краски в наборе. Кисточки. В этом наборе три кисточки должны быть. И закрепитель. Так, особые приемы рисования. Тут все расписано. Как рисовать. Все, все по-русски написано. Поэтому для новичков самое то. Итак, здесь я уже не стесняюсь показывать, не боюсь показывать рисунок, так как мы уже будем с вами работать над этой картиной. Я буду вам показывать. Эту картину мы убираем. Ну, просто показалось, что заказано было две. Вот. Значит, вот эта вот коробочка. Сайт, который, где вы можете заказать эти картины, называется Планета картин. Это город Уссурийск. Я не знаю, мне в город Ставрополь пришло за неделю. Ну, я так понимаю, я не знаю, у них там в Москву отправляют оперативно, наверное, самолетом. Мне все понравилось. Можно заказывать. Особенно это тем, кто занимается продажей картин в своих городах. Вы можете на этом сайте, также в группу ВКонтакте, заказать картины оптом. Вот одна картина, вот эта стоит 350 рублей. Таких цен у нас в нашем городе нет. Это смешные цены. Вот эта картина в нашем городе стоила бы полторы тысячи, тысячу пятьсот. На других сайтах тоже тысячу пятьсот. Но я, в местах, в которых я ходила, я вот искала именно вот этот рисунок. Радужный лев, боже, как я его ждала. Как его замечательно, мне кажется, было бы повесить в детскую комнату. Вот. Сложность, видите, двоечка, что меня тоже радует. Потому что здесь должны быть крупные-крупные элементы рисования, раскраски. Да? Вот. Я в нашем городе не нашла. И поэтому, соответственно, я понимала, что мне нужно заказывать. И на других сайтах они дороже. Нет ничего дешевле тысячи рублей. И потом нашла замечательный сайт, где вы можете заказать о двадцати пяти картины. Каждая картина будет 350 рублей. Вот и посчитайте. Так, вот смотрим. Холст. Для тех, кто любит холст, а не картон. Вот и наш чувак. Видите, довольно-таки крупные. Крупные. Это классно. Ну вот, будем стараться потом черным закрашивать в самом конце. У меня есть проблема, что я начинаю темные оттенки рисовать в начале. Но по правилам надо рисовать сначала яркие, то есть бледные, там, желтые, розовые, да. И потом уже темным контур вырисовывать. Вот. Наборе. Наборе, наборе. Краски. Краски. Вот они. И три кисточки. И еще штучки для, чтобы можно было повесить картины на стену. Для тех, кто будет вешать. Кисточки разных размеров. Потом наш черновик образец. Вот он. Так, вот они. Три кисточки. Тоненькая, средненькая и мега. Это вот для вырисовывания, скажем, вот этого черного, чтобы не мундоходиться. Вот так вот. И то. Так. Это радует, что три кисти в наборе. Потому что в тех картинах, которые раньше я снимала, предыдущие ролики, у меня кисточка была одна. И я, если честно, я ее подрезала. Я просто об этом не рассказывала. Делала вот такую вот тоненькую. Ну, что я не вижу. Краски-то я вижу. Может, и слепая. Но в этом наборе я не вижу. Как он там? Вот этих. Что это у нас? Когда готовая картина высохла, ее можно покрыть закрепителем для придания... А, все понятно. Это же лак. Также закрепитель с уже сущенным слоем для вашего полотна. Ну, здесь нет закрепителя или есть? Нет уже? Нет, да? Это по номерам. Это цвета, это черный. Главное, чтобы нам хватило оттенков. Все. Ну, вот. Лак я обычно найду. Все. Давайте начнем с вами рисовать. Поехали! Ну, вот, видите, пытаюсь начинать с самых таких ярких, бледных оттенков. Вот здесь, чтобы вы знали, сколько слоев желтого. Здесь очень много слоев. Понятное дело, что я вылазью за границей обязательно. Потом все это я буду, ну, как, исправлять. Вот у меня белый и желтый пока. Пока вроде по правилам иду. Пока вроде начинаю с таких бледных. Ну, скажите, из чего тут он бледный? Я же говорю, тут очень много слоев желтого. Ну, слоев 5, наверное. Иначе там вот желтый у нас номер 10. Вот он номер 10. И я вот закрашиваю, 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 закрашиваю. Я никогда стараюсь не оставлять. Ну, вообще, если я хочу картины, чтобы она мне висела где-то или кому-то подарить, я всегда стараюсь закрасить число, номер, да? Чтобы не позориться. Иначе тогда это будет, ну, не очень красиво. На картину не будет похоже. Вот. Номерки даже не должно быть видно. Вот. Потихоньку продвигается. Видите, как? Оранжевый, зеленый. Ну что, уже подходит к логическому, так сказать, да, логическому завершению. Наша с вами работа. Осталось совсем чуть-чуть. Видите, как? Совсем чуть-чуть. Очень хорошие краски, видите? Судовая передача хорошая. Они очень яркие. Хорошо закрашивают. Осталось теперь выбрать рамочку. Я вот раздумьях либо светлую, белую, не знаю, либо темную, так как фон пока у нас черный, да? Мога подумать. Ну вот, номер 6. Беру я номер 6. Вот оно. Открываю. Вот, открыла. Тут у меня банка. Так. И начинаю рисовать. И начинаю рисовать. Номер, номер, номер 6. Так, чтобы было видно. Слишком много воды взяла в этот раз. Но ничего страшного. Я уже ничего не боюсь. Даже если где-то выйдет за линией, мы потом просто подкрасим другим цветом. Подкорректируем, так скажем. Вот я сейчас нанесла, да, цвет. Это еще не все. Это не значит, что я теперь здесь не пройдусь. Оно подсохнет. И, как правило, где вот циферки, я буду еще раз, вот где циферка, вот здесь была номер 6, я буду еще раз проводить. Надо бы, чтобы, чтобы яркая была, потому что красок останется много. Вот, считайте, смотрите, сколько здесь еще осталось. Это каждая краска. Чёрный, видите, цвет чёрный пошёл. Страшно, конечно, им красить, что он даст. Вот я здесь уже белым подкрасила. Вот, в бородке, конечно, это бородка льва. Очень важно, чтобы вот эти вот тоненькие были полосочки. Я вот здесь вот подрисовала. Вот, чёрненькие. Страшный эффект. Не знаю, почему они придумали, что здесь должно быть всё такое чёрное. Ну, рисуют так, как указано. Ну, страшно, да, что-то эта сторона как-то такая затемненная. Ну, как указано, так и раскрашиваем. Нос еще, получается, будет чёрный. Посмотрите на конечный результат. Посмотрите, какой шикарный у нас получился лев. Картина называется «Радужный лев». Ну, действительно, это то, что я хотела. Это просто бомба. Посмотрите на его глазки. На его выразительные, шикарные глазки. Это просто кайф. Ссылку на сайт и группу ВКонтакте я оставлю. Так что вы можете также сделать заказ, как и я. Я просто в восторге. Мне всё понравилось. Поэтому большое спасибо этому сайту за предоставленную возможность. Потому что в нашем городе я не могла найти именно вот эти вот серии «Радужные». Скоро выложу еще одну картину. И я бы хотела из этой же серии еще третью. И тогда у меня будет как бы триптих. Это было бы очень здорово. Очень классно. Посмотрите, было классно. Не знаю, я когда увидела в первый раз в интернете, как рисуют люди, да, раскрашивают. Как вообще существует такая картина, что ее можно раскрасить. Хожу по своему городу. Я в городе найти, естественно, не могу. Я сразу загорелась, сразу загорелась именно его. Я его очень ждала и дождалась. Спасибо за внимание. И всем пока-пока. Продолжение следует...